Итак, всем привет! Мы продолжаем проходить игрушку Warriors 40 часть 3, Ultimate, и у нас очередная миссия в третьей главе. Мы все еще пытаемся прорваться к замку Коси по нескольким направлениям, и никак у нас это не получается, потому что наши друзья в кавычках нам мешают. Они еще просто не знают, что они наши друзья, они считают нас врагами, вонючими прислужниками дадзи, но мы-то им силой внушения и ударами мечом расскажем о том, что мы хорошие на самом деле. Сейчас я тут качаю, в принципе, тех, кого пооткрывал, а то у меня много уже народу первого уровня, а первый уровень здесь уже не годится на этих этапах игры. Надо хотя бы до 25-го докачать, чтобы было побольше хп, ну и побольше силы. Деньг у меня навалом, потому что я их зарабатываю в этом, как в Сурвайвале, там очень быстро эти очки набиваются. Поэтому, в принципе, прокачка для меня это просто. Так, ну что ж, у нас битва при Ханонзе, или типа того. Так, ну, после битвы у Чанбана к армии сопротивления присоединились силы У и силы Ходзио. Я теперь знаю, как этот Узьясу Ходзио правильно произносится. В общем, они продолжили свой путь, однако поступила информация о том, что у определенной деревушки Ханонзе собрались силы Нобунага Ода, и к ним в их рядах еще есть Фукси. Фуши. Да, наверное, все-таки Фуши он. И, в общем-то, Суньце и Ходзио вызвались, как бы, волонтерами, добровольцами для того, чтобы набить морду Нобунаги. И там Джоу Юй тут говорит, как жаль, что я занят сейчас в другой битве. Но Ходзио говорит, ну, не волнуйся, мы и сами справимся, в общем-то. Ничего тут сложного нет. На этом кто-то ремонтируется, поэтому не обращайте внимания, будет сверлить периодически кто-то чего-то. В общем, Суньце говорит, а, пошлите, и быленько так наваляем. Ходзио согласился, ну и мы, собственно, погнали. Хотя нет, Джоу Юй с нами, не странно. Значит, он сказал, что жалко, что у нас нет достаточного количества сил. Другие нам не помогут. Ну, в общем, штурмуем замок. Не люблю я штурмы замков в этой части, они запутаны какие-то замки-то. Да я вообще ни в одной части, кстати, не люблю штурм замков. Ну, Пусть и говорит, у Дадзи Годд новые друзья появились. Ну что ж, Годдд, давайте проверим, встали ли они на правильную сторону. У нас тут есть Кагуя, она, собственно, ультимативное оружие. Она хорошо прокачана у меня. Вот и все. Так, а тут пришел еще один доброволец. Так, тут я проверяю, что у меня может в Суньце. Жалко, что у меня вот тонфы, самые слабенькие первого уровня. Надо было ему тонфы хорошие купить. Ну, это все будет потом, потом. Потом я уже разберусь. Что надо им все-таки покупать, хорошие топушки. Будет уже намного все веселее. А вот после четвертой главы там такое одище начинается, что там без хороших пушек вообще делать нечего. Там что-то со сложностью вообще перемудрили. Ну, с другой стороны, это логично, да? Типа, игра-то вроде как закончилась. И градус понижать нельзя. Поэтому и сделали все сюжетные миссии, начиная с пятой главы. Там очень сложные. Очередной у нас офицера, которого надо навалять. Так, и сейчас нам нужно открыть собственно ворота, но я пойду подмогну. Ну, там он у нас одинокий офицер сражается с другим одиноким вражеским офицером. Надо бы помочь братюне. Мы же все тут в одной упряжке, да? Негоже оставлять. А тут двое даже. Трое. Типа того. Но все равно сковывают наши силы. Это неправильно. Надо подмогнуть. Он норм. Так, открылась дверь. Так, куда надо? Не надо? Нет, наверное, все-таки не надо. Не пойдем мы туда. Мы пойдем вот тут вот быстренько так это. Тут тоже много фрагов. Наши все равно силы очень сильно растянулись. Бьют, блин, солдат. Зачем-то. Что-то тут искусственный интеллект прокупил немножко. Обычно они на обычных-то солдат на стоковых юнитов не обращают внимания. Они бегут за игроком и атакуют полководцев вражеских. Но в этот раз что-то протупило. Получается, что сил у нас много, а на самом деле мало. Так, здесь умерли. Бейс Кэптона он очень-то. Так, Джоу Юй собственно, обрадовался, потому что произошло важное событие. Мы должны торопиться. Лев там, чего-то там не может забрать себе всю славу. Ну, любому называют вот это уходзи. Как раз-таки. Это же, это тигр ву. Как раз вовремя. Сунь Лань, короче, приду. В этой серии в этой части вернем, посидел. В этой серии так, и тут тут произошло это самое непонятки. Сунь Лань говорит ой, мы попали в настоящее пекло. А его подчиненные подумали, что он велел поджигать. Поджигай! Повелитель! Приказал поджигать и подожгли замок. Сунь Лань говорит стой-то, че вы делаете, идиоты, но уже поздно. И Акеча у нас сгорел, Митсухиды-то. И вы, конечно, же понимаете, да, понимаете? Будет редукс. так, армия ОДА наступает. Пусть и говорит настал момент и мне вмешаться и пошел начать вмешиваться. Короче. «Ина куши» «Ина куши» погнали мусоу установили больше нам ничего не надо фукси узнал как бы если бы я тебя вижу значит все плохо она говорит ты прав в будущем не осталось ничего кроме отчаяния поэтому я пришла сюда дабы подарить этому миру надежду ну а тут сунь юань и у дзи яцу кодзе разговаривают о том что хорошо когда лев встречается с тигром и начинают драться вместе сунь все хорош хорош ему только тонфы хорошие так это уровне 4 вообще будет рвать так уж и восхищаются силой на людей и бега и убегает она бумага говорит что он очень расстроен таким положением вещей и решает уже вступить в бой самостоятельно велит открыть ворота ну смысле проход к нему соответственно идем и и и и и и россии по трассе пойдем еще там разберемся вон опять один какой-то офицеришка вражеский скучает надо пойти его приголубить ну когда у нас и на мощь на я бы ему наваляли так мы идем штурмовать так сказать цитадель набу ноги так вот живой воюет пусть воюет раз так прибылают жена на мунаги но нам велят ее победить так я вижу это вам весело друг с другом ханбэй да она имеет ханбэй имеет ввиду ханбэй и дадзи ну тут ханбэй ей объясняет что мы типа прибыли из будущего чтобы изменить его изменить прошлое и подарить миру надежду потому что так надо и все такое ну тут она обращается к Суньце Суньце а ты помнишь когда как однажды ты спас меня от сил орочи это она имеет ввиду штурм той крепости но при этом Суньце говорит да я помню но говорит какое это имеет значение в данный момент ведь мы враги ну и но говорит мне нравится вот твои мысли приготовься к смерти и все такое но как бы у нее ничего не получилось мы ее уничтожили ну и идем в гости к нобу ноги а я не договорил этот штурм-то крепости я имею ввиду первой части был когда Суньце спасло еще это настолько была жесткая довольно таки жесткая миссия которую я далеко не с первого раза прошел тогда там надо было не допустить чтобы вражеские гонцы покинули крепость и призвали подкрепление я помню тогда это только у меня получилось когда у меня был не цунами иран мару команде только тогда у меня получилось эту миссию пройти и вот мы все-таки прибыли к ногу ноги сейчас мы быстренько навешиваем и пойдем домой и вот чтобы дело с нами вот так и не и в и и и и и и Так ты знаешь леди Кагуя? Да, и, похоже, все происходит намного быстрее, чем я планировал. Даджинь знает что-то, скрывает что-то, и мы не можем ей доверять. Хотя, если мы, собственно, объединим наши силы и будем следить за ней все вместе, вполне возможно, мы справимся с ней, если она вздумает нас предать. Ну, Набунага говорит, хорошо, говорит, все мы будем теперь вместе. Слушай, папа, ты круто придумал с этим огнем, как ты вообще додумался, это для тебя, в общем-то, неожиданно довольно-таки. Это был несчастный случай, я, собственно, не хотел этого, и к тому же Митсухиде погиб из-за этого, а он бы нам очень сильно пригодился. Ну, они тут намекают. Да, намекают на то, что надо пойти и Митсухиде спасти. Но этим мы уже будем заниматься в одной из следующих серий. А на этом у меня, собственно, все. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok